Меньше, чем за месяц до старта, в тот момент, когда уже все были полностью финализированы, раскиданы по файлам маршрута, это же не совсем так, потому что последний запрет вышел через 2 дня после старта. А, да, то есть, да. Когда финишеры, не финишеры, а лидеры проехали там, а, или даже вообще через несколько дней. Короче, мы уже разъехались, вообще-то неделя а-ля прошла, то есть финишеры, они где-то вот здесь вот были, потому что я помню, что это в Румынии. И они сообщили организаторам, что, слушайте, вот мы проехали здесь, и здесь не пес так опасно, просто типа вот для информации. В итоге организаторы всем удивили, что здесь ехать нельзя. И это, любое такое изменение, разумеется, вызывало величайший батьйор во всем сообществе, потому что всем пришлось перестраивать маршруты к адресу. Расскажите еще про бочера. А, да, еще крутая история в том, что во всем этом сообществе на каждого бонщика осанится, короче, есть 300 гонщиков, и есть сообщество тех, кто, например, хотел бы поехать в гонку, но не выиграл жребий. Или просто интересуется этой темой, или ездил эту гонку раньше, или собирается ездить в будущем, или просто является родственником того, кто едет. Так вот, из этого сообщества получается довольно много людей, часть из которых работают волонтерами на точках, которые только показывал Денис, а часть людей занимаются дот-вотчингом, это означает, что ты сидишь просто круглые сутки за гонком, и смотришь за, на сами, на тебя, троими людьми, и за их точками на карте. Ну, это было 6 человек, на 1 было. То есть это порядка, на 300 гонщиков это было порядка 50 людей, у которых работа, и эта работа практически в таком же режиме, как мы ехали, то есть 17 часов в сутки, ты смотришь за людьми, более того, у тебя… А, ну, собственно, как ты смотришь? Каждому удается на старте GPS трекер, который, если включен, все окей, если движется, все окей. А дальше, если он движется по направлению к больнице, там уже шухер… А, стоп, Магдан будет в больнице, все нормально. Да, как он еще. Чек потом уже по этому трекеру где-то останавливался, потому что если, потому что он остановился на ночь, явно, на 8 часов, в течение ночи переночевать, и там нет ничего коммерчески доступного, например, отеля, но при этом там только жилые дома, то у тебя могут подозрить, в том числе, кто кому-то в гости завалился, а любая частная помощь у нас запрещена. И, ну, и, соответственно, да, все какие-то множественные ситуации, плюс трекерам к людям назначены социальные сети, то есть есть вот номер 254А, у него есть трекеры, у него есть Facebook профиль, Instagram профиль, и тот вотчер, помимо просто того, что следят за точкой, они заходят в соцсети, там, я могу ошибаться, но там чуть не правило сказано, что типа апдейтите статусы хотя бы раз в 3-3 дня. То есть вы должны в соцсети там хотя бы что-то выложить, типа все окей, поехать, там, не знаю, я сегодня поеду, и едем дальше. Кажется, я просто езжу. Кажется. Просто продолжайте езжу. Просто иди, 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 иди. Ты закончил? Конечно. Не волнуйся, когда ты закончил. Просто... У нас прекрасный круган стиль. В общем, это вот пример обеда классического. Все достаточно по-разному. А, вот, кстати, это как раз чувак, который ехал с Юлоком на бизнес от Анастердама, но он думал, что с Юлоком ехал, он ехал еще и с одежды, с кроссовками, потому что он хотел на стиле вернуться домой. Ну и да, Дотвотчинг — это прям целая комьюнити, очень клевая, люди переживают, поддерживают, пишут. Ну и вообще, конечно, во время водки там активную соцсетях по хэштегам и так далее, она просто ехаливает. Ну, в общем, мы подсадили на этот, на Дотвотчинг, скажем так, всех родителей и близких. То есть, Нелин, моей жены, отец сидел, как на биржах, просто с тремя или четырьмя мониторами открытыми, одновременно там мониторил в соцсети, трекал, где мы находимся и так далее. Это было, конечно, круто ощущение. Мои родители писали мне «Бьерн, зверь». «Бьерн» — это вот на следующем слайде чувак, который второе место занял. То есть, все дико прониклись, и в это время это было прямо движухой для меня. Поскольку Леша, когда я сошел, у него уже не было трекера, то есть я его трекер забрал и отдал на следующей контрольной точке. То есть, за Лешей следили, ну, уже, допустим, как-то близкие по соцсетям. Нет, не по соцсетям, а в Аху. У меня стримы всегда, и мне отсмотрели тот вочерь у меня через Аху. Да, и мне было, когда я ехал один, конечно, очень необычно ощущать вот этот уровень поддержки, когда там даже малознакомые люди просто писали куда-нибудь, что мы за тобой следим, круто, вперед. Но поскольку ты в какой-то момент, когда уже происходит переход из одного, из третьего в четвертое состояние какое-то ментальное, тебе, наверное, все страшно бесит, ты думаешь, господи, ты вообще не понимаешь, как я на самом деле страдаю. И все эти ваши гоу-гоу-гоу, одна сложная вообще, они мне ничего никак не помогают. А потом, когда ты, например, думаешь, переходя из седьмого, восьмого состояния, все, я дольше не могу, я хочу остановиться и прекратить, ты думаешь, а как же людям глаза смотреть, которые писали гоу-гоу-гоу. Поэтому вообще весь ментальный образ течения гвардки это один из самых интересных. Ооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Это третий чекпоинт, Тайп Таттус. Окей. Окей. Итак, сегодня я буду спать больше чем 3 часа, потому что... потому что что-то реально работает здесь. Это как-то из-за морозки. Субтитры делал DimaTorzok 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 где и физически слабея жена, и как-то так устраивалось, что они едут вдвоем, так что называется, просто едут в свое ловольство, либо с абсолютно жесткой военной дисциплиной. Такие тоже были, но я не знаю, насколько это долго может работать, в течение двух недель. Еще один вопрос, кстати, который, наверное, важно, который мы здесь написали, но это в целом, типа, зачем ехать в формате гонки, а не устроить проект по тому же маршруту вдвоем, втроем, пятером в байкпекинге. Опять же, это просто разные совершенно дисциплины, и все, что, мне кажется, мы рассуждаем на тему пары против соло, это касается только фреймворка гонки, то есть только когда мы ограничены какими-то правилами, временем, мотивацией и так далее. Естественно, мы вдвоем с удовольствием катаемся, втроем, десятером и так далее, в любых режимах подстраивать под среднюю арифметическую группу. То есть это характерно все только для гонки. Хотя другие гонки есть, в которых и четыре человека, и восемь могут ехать в одной команде, и они при этом тоже стал саппортом. Я уже говорю, параметров, по которым можно быть разными, их миллион. То есть это может быть... В моем случае я проигрывал в том, как я могу клаймить вверх. В случае Дениса, если бы мы оказались во время Люцифера в одной и той же местности, скорее всего, мне пришлось бы ждать из-за того, что Денис не мог уехать в жаре. Ну или пристроиться на ночь, например. Ну да. Короче, просто параметров миллион, и очень сложно синхронизироваться. А когда ты едешь один, что мы в итоге оба и сделали, тебе не нужно ни под кого подстраиваться, ты подстраиваешься по себе. И это класс. Ну а мы почему не агитируем? Потому что одна из причин, по которым мы, например, вписались в платный вариант, потому что для нас это был вообще первый подобный опыт, и казалось, что это в целом гипотетически безопаснее. А вы не делали никакого тестирования своих физических возможностей? ФТП-тест делали? По тесту не было понятно, что у вас разная физическая форма? По тесту у нас 10%. Но есть еще ситуация, что Леша заболел за месяц до гонки, провалил две недели. Я очень мало тренировался месяц до гонки. Я не тренировался, но я просто катался немного, но это влияло сильно. Короче, в итоге даже вот это вылилось в то, что после старта первые сутки, то есть даже не первые сутки, а первые несколько часов, я зарегистрировал максимальный пульс, который я когда-либо видел на своем пульсомере, 201 или 202. Прекрасно. Там еще сработало как раз таки вот эти ПЦ, Эликранитин, два эспрессо и бедро пахты. И потом пахты вето и мы подумали, что это привез нам силы. А с каким вы средним ФТП вышли на эту гонку? У меня был 270, у меня на 10% меньше. Ну да, мы еще не проходили его на одинаковых абсолютно сетапах. Ну понятно. То есть мы могли банально в силу техники разной включаться. По поводу дальнейших планов наших и вообще людей. Вот основные гонки, которые будут в 2018 году. Большинство из них уже объявлено, но еще не открыта регистрация, хотя на какие-то гонки регистрация уже даже закрыта. И да, здесь на самом деле они все, все-все-все вот эти гонки это self-supported и ultra-distance. Но не все они road. То есть вот трансконтинент, в который мы ехали, это гонка преимущественно шоссейная. Там есть, конечно, ну опять же, ты можешь выбирать, где ты едешь. Есть гонки откровенно МТБшные, типа того же Tour de White, где ты едешь с севера, из Канады на юг, мексиканская граница. Ну или там на шелковый путь в горах Кыргызстана, где тоже, в общем, вряд ли будет идеальный термакт. А почему транссерты не включили сюда? Не знаю. Окей. Нет, ну просто там тоже как ультра, ультра такая гонка. Да, это вот выделенные гонки, в которых я планирую участие в следующем году. В хронологическом порядке они идут на бабах. То есть в начале июня будет Транс-Атлантикуэй в Ирландии. Это гонка 2600 километров, которая идет по всему атлантическому побережью против часовой стрелки. Там, вот я говорил, такой термин как паркур в нашей гонке, то есть это тот сегмент, который должен быть обязательно пройден. Если в Трансконтинентале при маршруте 4000, общая длина всех паркуров порядка 110, то здесь при маршруте 2600 общая длина одного паркура 2100 километров. Это все побережье и можно проехать по этому маршруту. И только из Дублина до начала маршрута и с конца маршрута в какой-то город ты можешь строить маршрут сам. Ее особенность в том, что она очень ветреная, очень дождливая и постоянно идет подъем вверх-вниз. Поэтому другой сетап нужен, как минимум более настроенный на хорошую погоду. И вторая гонка, которая будет ровно в тот же день, скорее всего, начинаться, что и Трансконтинентал, ну или в сайте несколько дней, это Нордкейп 4000, которая ровно 4000 километров, и она, грубо говоря, в противофазе с Трансконтинентом. Он идет из Италии на самую северную точку Норвегии в Нордкейп. Ты выбираешь там, где маршруты строить или нет? Нет, на самом деле Нордкейп и надо. То есть там больше чекпоинтов, там их 6 или 7. Но они в целом алят. Прага и дальше где-то в Инденте. Ну да, это меня больше всего пугает. Необходимо строить маршрут. Но я не уверен, что это будет Доби Гонкин. Я уже регистрировался и в плане еду участвовать. В моем случае я в плане А хочу еще раз Трансконтинентал. Я хочу на этот раз проехать ее до конца. Посмотрим, насколько мне повезет с Жребием. Если не повезет, то я поеду в Японскую Одиссею. Там меньше конкуренция за нее, в смысле за участие. И с большой вероятностью можно получить место. И по-моему, среди всех, ну или одна из некоторых среди остальных гонок Одиссея, это гонка, в которой нет цели по времени. Ну в смысле, это просто одна из ее своих целей. То есть там абсолютно дискретное состояние. Доехали, доехали. И она привлекает меня еще тем, что она абсолютно не похожа на Трансконтинентал по природе, по погоде. И, например, в прошлом году есть 13 из каких-то там этапов этой гонки. Этого сделали необязательным из-за того, что Тайфун смыл асфальт. Потому что про нее известно. Акционально. Итак, в плане сетапов на следующий год у меня будет кастомная рама Tripod, которая уже здесь готова стоит и ждет сборки. Ну и собственно весь сетап будет кастомным. С вилкой Kineas. А, устрою я его с прицелом на как раз таки вот эту гонку в Ирландии в первую очередь. Потому что там дождливо, поэтому на велике будут скорее всего стоять крылья. Полностью будет система DI2 электрика. Потому что когда у тебя почти отказала или уже отказала левая рука, ну или одна из рук, у тебя нет сил в том числе нажимать на тормоза и переключать скорость. Это неприкольно. Поэтому я хочу электрику. Вопросов гидравлика или не гидравлика. Дисковые тормоза или ободные для меня не стоит. Потому что после всех сорока километровых подъемов и, соответственно, спусков для меня лично было подназначено, что это гидравлика. Колеса DT Swiss, передняя втулка та же самая зонт, цвет суперного, как я уже говорил. И кастомные сумки Пакрат. То есть в этой раме присмотрены какие-нибудь точечные предлели для сумки, такие же, как по крепежной бутылке. И здесь, соответственно, будет встроена просто сумка без всяких строк, без всего такого, которое в школе анализует этого. Но в целом все. Достаточно гидравлистично. По сравнению с Кеннином будет статк. То есть только алибайер, только свет. Все максимально интегрировано. Вся электрика и так далее. Ну, надеюсь, там ближайшие моменты я его не заберу. В моем случае это будет по-прежнему Кеннин. Единственная разница, которая может быть... Возможно, я перейду на электронную трансмиссию и возможно... ... ...